Бахаи Соединенного Королевства Бахаи Соединенного Королевства недавно отметили завершение реставрации квартиры по адресу 17 Royal York Crescent в Бристоле, где Абдул-Баха останавливался и вел публичные выступления в 1911 и в 1913 годах во время своего исторического путешествия на Запад. Члены Национального духовного собрания Бахаи Соединенного Королевства вместе с командой архитекторов и другими приглашенными гостями встретились, чтобы открыть квартиру, которую теперь можно будет посещать. В своем приветственном слове Патрик Амара, член Национального собрания, рассказал, как Абдул-Баха провозглашал учения Бахаулы и его применение ко многим современным проблемам. Абдул-Баха служил всем, кто встречался ему на пути, независимо от их класса, расы или религии. Он был любящим отцом и другом, мудрым советчиком и прибежищем для всех нуждающихся. Джонатан Лис, возглавлявший команду архитекторов, которая проводила реставрационные работы, сказал, «Это пространство особенное. Будь то на балконе или в двух комнатах, где жал Абдул-Баха, всегда было ощущение, что мы делаем что-то действительно особенное. Мы испытывали уважение к истории и тому, что здесь произошло». Алинга Тахсиб, еще один член национального собрания, рассказал, что Абдул-Баха посвятил каждую комнату дома служению человечеству, заявив, что дом будет служить центром мира и покоя для паломников с востока и запада, символизируя единство и место встречи различных культур. В январе 1913 года Абдул-Баха снова приехал в престоль во время своего обратного путешествия из Северной Америки в Святую Землю. По этому случаю он обратился к примерно 150 присутствующим в гостевом доме, затронув несколько глубоких тем, включая необходимость всеобщего мира и важность единства, несмотря на расовые и религиозные различия. Вскоре после этого, местная газета опубликовала его посланием жителям Бристоля, в котором выражались его чаяния. «Я надеюсь, что им будет заказана помощь в служении всему человечеству. Пусть они станут средством создания хороших, товарищеских отношений между сынами человеческими». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова